Мяу! Всем привет! С вами котик Еврик, и мы возвращаемся в кухонную лихорадку. В прошлый раз вам понравилось видео с моим участием. Сегодня я опять буду готовить. И, как обычно, я иду в рыбный ресторан. Да. К ракам, которых я терпеть не могу. Я вообще не понимаю, что там можно есть. Одни сплошные клешни, ткани и непонятно что. Да еще кусаются больно. Короче, 11 уровень. Что у нас получится, я не знаю. Сейчас не знаю. Надеюсь, что-то получится. Но, как говорит моя хозяйка, если долго мучиться, что-то да получится. Вот и проверим, что же получится-то у нас. Такс. Клиенты, вы где? Клиенты притопали. Такс. И, держите. И, 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 и. Ой, 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 ой. Что-то сгорело. Ой. Да. Это плохо. Я горела, не ем. Я что, дурак, что ли? Я ем только самое свежее. Ох, е-мое, зачем я пошел в рыбный-то, а? Я же не люблю рыбу. Хотя, с другой стороны, эту гадость я не буду есть. Поэтому хозяйка может не бояться, что на кухне что-то исчезнет. Надо было идти в какую-нибудь вкусную... Еще один рак сгорел. Да что ж такое-то с этими раками-то, а? Еще бы они не горели. Как их вытаскивать буду? Вдруг они живые? Вдруг они, этот, сапнуть своей клешней? А клешня у них совсем невкусная. Ну, в плане того, что опасная. Такс. И там дальше. Я так понимаю, я проигрываю, да? Да. Не очень хорошо. Надеюсь, хоть выйду в безубыток. А то как-то будет не особо хорошо. Что кафе закрыл с меньшим количеством денег, чем начал. Угу. Да. Якс. Идем сюда. Суп вы хотите. Какой-то странный оранжевый суп. Детской неожиданности. Вот я иногда в туалет, когда хожу, вот такого же цвета получается. Неожиданность. Якс. Что тут у нас еще? Что тут у нас еще? Якс. Вы, наверное, меня плохо видите. Я к вам это поближе подлез. Чтобы вы меня рассмотрели прям упорно. Какой я красавчик. Как говорится, если это храновый повар, так надо, чтобы... Хотя бы люди знали, какой это красивый повар. Ух ты. Я прошел? Офигеть. Это неожиданно. Сгорело два рака. 14 монеточек потерял. Ну ладно, выручку заработал больше, чем потерял. Это, конечно, круто. Да, неожиданно. Так, надо посмотреть вообще. Вы меня видите или уже не видите? Догадаются, как это сделать. Такс, я поменял немножко ракурс камеры. По идее, мне надо что-то улучшить. Во-первых, мне надо улучшить готовку супов. Что-то как-то они долго готовятся, и мне это совсем не нравится. Пока хозяйка не видит, можно улучшить. Алмазов она накопила. Зачем накопливать алмазы, если их не тратить? С другой стороны, я ищу тот скупердяй. Не буду ничего улучшать, пока это не надо делать. Пока я куда-нибудь не залез. Конечно, лапкой не очень удобно мушку двигать. Но я же очаровательная. У меня закажут. Надо попробовать продавать испорченные, пережаренные. Вполне возможно, прокатят. Люди будут говорить, ой, какой котик. А сами при этом будут терять бабло. Якс. Это мы отдаем сюда. Это мы отдаем сюда. Что тут вот не сплошные это? Господи ты, боже мой. Всегда думал, что люди странные. Думаю, я угадал. Как можно ехать с такой гадости, отдавать мне такие деньги? Лучше купить килограмм мяса, чем какую-то фигню ракообразную. Где-то жрать-то нечего. Ну, как я должен разделывать вам рака, по идее? Никак. У меня сил не хватит. Так. Чёрт, ты красного хочешь, а я тебе серого даю. Ах. Ну-ка, взять у кота. Я же очаровательный. Такс. Чуваке, вы вообще как бы нормальные? Сок, суп и рака. Что за странная кухня? Очень странная. Да. Что-то она хочет тут. Какую-то фигню. Как-то у меня этот суп не вызывает желания его похлебать. Кошки вообще, как бы, имеют жёсткий такой язычок, потому что нам сложно еду удержать. У нас же нет рук. Нам приходится всё время лакать. Вот, чтобы удержалось побольше жидкости. Поэтому мы знатоки супа, если что. Лучший суп для нас это бульон или мясо. Без воды, правда. То есть, такой. Так. Вот, кажется, я и не прошёл. Угу. Так, я выкинул какого-то там осьминога. По идее, если бы я его не выкинул, я бы как раз и прошёл. Ладно. О! Девушка, можно вас пригласить на свидание в своё кафе? Я посижу за столиком, а вы поработаете. Уровень пройдёте, я вам позволю себя погладить. Как вам такое вот. Нет? А чё так? Я же котик. Я, мау! Хороший котик. Вы тоже не хотите. Мда. Ё-моё, господи ты, боже мой Да не нужны мне ваши 200 монет Дайте мне дальше поиграть Осьминогов, пока я вообще не забыл Чего кто хочет Ладно, деньги к деньгам Денежки не повредят Не важно, что у нас уже 200 тысяч Хозяйка молодца Скопила вся в меня Нечего тратить баблосики Пусть мне потом купят что-нибудь вкусненькое Только точно не раков Клиенты, где же вы? Петрушка Оп Да Какая дама На такие бусики одела Хекарные Я бы с ним поиграть не прочь Они бы катались прикольно Надо повесить ценник Обмена этого рака на бусики Каждый выживает как может Якс Что там дальше у нас? Раки-раки-раки Так, мне нельзя допускать ошибок Вообще категорически нельзя Не всегда попадаю с первого раза Но ничего страшного Будет все тип-топ Это я как-то малость ошибся Раки и эти У меня одна ассоциация нехорошая Как будто они на червяков похожи Блин, Клинтон Ё-моё Как хозяйка в эту фигню играет, да? Тут же все невкусное Несъедобное Хотя такие кафе и надо открывать Они несъедобные Так Ой-ой-ой-ой Ой, я растерялся Ой Ё-плосол Неожиданно А где логика-то? В прошлый раз у меня сгорело Только одно блюдо А в этот раз В этот раз парочку Логика-то где? Ну тогда я потеряла восьмерых А сейчас только шестерых То есть я обслужил больше Судя по количеству выручки Но все равно логики нету Сжег больше жратвы И при этом сыграл лучше, чем было Логика отвратительная Ладно Играю дальше Так, что я сделал? Зачем я это сделал? У меня нет тарелки лишней Ё-моё Так, я надеюсь, кто-нибудь раков захочет? Захотел Так Конечно Ломалась Уже без этого-то Нож сломаться было Да-да, чувак Чё ты мне палец показываешь? Если бы бабло с меня не брал Я бы ещё поняла Так Вали на Кудыгину кору Я столько за день не зарабатываю Сколько ты с меня денежок берёшь за ремонт Вообще надо прописать у меня Чё я пошёл готовить сюда что-то? Если выгоднее, так как ни странно Чинить Можно так круто починить Что потом ещё всё сломается Без какой-то период времени То есть они меня будут ещё вызывать Прям бизнес наладить Так Надо Усатый! Блин, ты не то хочешь! Усатый! Я бы не ошибся. Так, и то хорошо. Всё, чуваки, давайте. Варитесь. Бежать некуда. Лежите в этой. Сейчас всё как обычно сгорает. Всё моё. Так. Так. Так, так. Так, времени нету, вызываем всех. Ай. Тогда кто-нибудь придёт. Угу. Э, куда вы попёрлись? Кто эту кучу малу будет есть? Я не ем такую кухню. Ну, и я пришёл. Наааа. Хорошо. Так, ну чё, помог хозяйке. Прошёл пару уровней. Раджёв до хрена. Ну, мы это и не скажем ей. Вы же меня не заложите. Я немножко мог заработать побольше. Если бы мусорку не тратил. Да ещё аппарат умудрился сломаться. Но он сам сломался. И здесь вообще ни при чём. Что за фигня у меня тут показывает в рекламе? Да. Ясно. Это игра явно не для котов. Какие-то там маникюрные ногти. Хотя в антицарапках я тоже на это выгляжу. Чё-то я не поняла. Реклама в увеличенном формате пошла? Какие-то странные. Чуваки. Я одно вижу, что 32 плюс 32 будет 64. 64 плюс 64 – 128. Чё за фигня? Да. Это, видимо, для тех, кто не знает математику. Жуть. Такс. Опять 200 монет получения. Вот так. Так. Короче. Я парочку уровней прошёл. Я молодец. Да. Котик молодца. Идём в главное меню. Смотрим, что у нас там в этом кафе. И ля-ля-ля-ля-ля. Ваша выручка за день, которую вы собираетесь, становится всё больше, когда вы проходите всё дальше. Мы даже до 14 уровня. Нам ещё чёрт не знает сколько, но это уж потом. Да. А пока я пойду посплю. А то я чё-то уже… Уже засыпаю. Главное, чтобы эти морские гады мне не снились. Так что, всем пока. И помните… Мяу с вами. И всё будет хорошо. Мяу с вами. Мяу с вами. Мяу с вами. Мяу с вами. И перебиб. Скажу сейчас. Продолжение следует...